Я теряю премию и людей, верю, все изменит один тень. Ну как тебе? Да, замечательно, мы приехали в Магнитогорск, сейчас идем собираться на конс. Что, не заметил уже интересного? Ну да, да, как минимум то, что Магнитогорск очень близко к Европе, это первое, что мне бросилось в глаза и что меня, естественно, порадовало. Вот, потому что как бы вот в Магнитогорске, вот улица Карла Макса и сразу же Амстердам. Поэтому я, пожалуй, в Амстердам, и у тебя нет визы. Так, ну, собственно, у меня… Тебе я готова... В смысле? Ну, есть, у нас вчера получили что-то, что я получил визу. И я я хотела визу, чтобы добыть его скажем. Окей, у меня есть изу thereafter, у вас есть. Я могу посмотреть. Да, это 5190. — Годы идут, Димас? — Годы идут, а стойки не меняются, Андрюх. — Возишь с собой до сих пор? — Старая, добрая моя, именно вот, родная, греет тепло. Ровно год назад мы находились в этом же подъезде, в этой же гримерке, в этом же замечательном городе «Магнитогорс». Смотрите, это подъезд, я тут, сцена там. В общем, как в 2012-м завещали нам рэпера, и стандартный, естественно, подъездный напиток тоже рядом со мной. Всё, я бегу разъёгывать, включайте свои колокольчики. — Колокольчики забыл. — Нахуй не нужны, правда. — Документы есть с тобой? — Сегодня днём рождения. — 29-е... — Десятая, вообще, что? — Сегодня, да? — Сегодня вечером, да. — Эй! — Все люди в большой дороге, под ногами, симпатирус, камерные плоти, заливай, дай лентину, я не сомневаюсь. — Это реально далеко не самый худший запуток. — Нет, я себя чувствую, как будто я в комнате сижу выступаю, но не флажно. — Ну вот, да, такое, то есть было даже легче от этого, как будто. — Да, ну не шоу. — Я кричу, кричу! — А, я не услышал над душой, я понял, Верю, может... — Сколько вам вспомнилось? — 16. — 16 как раз. — Охуенно, ну чё, блядь, так необычно, что... Такое бывает, конечно, но я каждый раз удивляюсь, когда люди... — Так он в прошлом году тоже, наверное, дорогой? 29-го, в прошлом году, да? — Да, в этот же день я сегодня говорил, да, я не подумал. Но в этом я на это поставил акцент, как сейчас. — Ну, лучше распрятать, паспорт. — Спасибо, Санцентр, правда. — Спасибо. — Что ты почувствовал утром сегодня, когда проснулся? Первый снег все-таки. — Боль. Боль в районе, блядь, своего тела. — На самом деле, охуенно выспался, блядь, слава богу, что мы просто... — Если ты высыпаешься за пять часов... — Да, я же как Наполеон. Только ростом повысил. — Да вот, не кормят, блядь, и не завтракать, и не мужик. — Лежу. — Жду следующий концерт. — Через пять часов, значит, я буду делать вид, что я полон энергии общаться, шутить, смеяться, и читать, и прыгать, и прыгать, и еще распрыгать. — Но это будет через пять часов, и сейчас я хотел бы, хотя бы позавтром, блядь. — Такие вот дела, блядь, понимаешь? Лестница тут, конечно, пиздец, и как будто... — Мне кажется, кого-то отсюда вывозили уже на скорой, как ты думаешь? — Спасибо вам большое, спасибо вам большое. — Спасибо вам большое. — Спасибо вам большое, матрик уши. — Ой, блядь, что-то вообще потеряло. — Срань господная. — Вот мы с тобой, кстати, выпустили первую серию дневника, вроде всем все зашло, будем дальше пилить этот контент. — Но мы так все понимаем, что больше так угорать мы не будем, потому что здоровье оно... — Не вечное. — Не вечное. — Поэтому сейчас будут такие старческие выпуски. — Четыре утра, блядь, завтрак концерт. — А что делаем? — Да ничего, мракобесы, вот наша команда, блядь, делаем, вот спроси их, что делаем. — Идем к Марку. — На самом деле мы не можем базировать второй выпуск дневников вокруг алкоголя. — Может, потому что я-то не пью при этом. — Ага. — Никто из нас не пьет, Марк? — Ну да. — Потому что что? — Потому что алкоголь? — Ну ладно, это уже вот эти мои шутки, они уже как бы все, они закончились на самом деле, теперь есть один грязный. — А я переживал. — Здорово, господа. Я один лоточек больше не буду. — Давай. — Давай. — Ну что, пойдем. — Давай еще чуть-чуть постоим. — Андрюха, пора чаять, знаете? — Все, поехали концертовать. — Пора уже? — Да. — Кстати, как думаешь, сколько у этого отеля звезд? — Ну вообще написано, что четыре. — В данный момент у этого отеля пять звезд, Андрюха. Минута скромности от Марка. — Да. — Что делал вчера? — Вчера? — Угу. — Блядь, что я вчера делал? — Спал, блядь, если что. — Что, идем? — Пошли. — А где вход? — Вход вот прям за ними. — Ага, да? — Да. — Так я бы в ту сторону шел, вы можете не бежать никого. — Я хочу плакать, Соня. — Не надо плакать. — Я уже плачу. — Это слезы счастья. — Пишет место под солнцем, нам другие светят огни. — Не плевать, как все вернется, до сих пор сухим из воды. — Я не буду плакать по воду, чтоб оставаться на плаву. — Я не буду плакать по воду, чтоб оставаться на плаву. — Че вообще как-то по планам дальнейшим? — Из Уфы ты, короче, никогда не сидешься, с этим мужем все смирились. — Ну у меня вон в Москве-Питере свальники в конце ноября. — И пока на этот год, можно сказать, все. — Ах ты, сука, ты что делаешь-то? — А в меня-то что, вон в марка кидай? — Мне-то больно. — А ему что нет? — Давай-давай. — Только не попади в другого кого-нибудь. — Просто в голову кому-то засади сейчас мешком. — Нет, Андрюх. — Ты взрослый? — Я взрослый человек, серьезный. — Мне не до этих вот тихонек, хахонек. — Я бы, конечно, хотел рассказать какую-то охуительную историю о том, как весело мы ехали сюда. И о том, как нам было классно. Но такой истории нет, есть только история о том, как мы спали, страдали, блядь. И... — Ехали, Саня, тебе, блядь, биг ман, рыссак! — Я переведу на русском, уважаем тебя, Санюха. — Уважаем, уважаем. — Так что, начинать? — Это было просто охуенно. — Серьезно, что охуевший концерт, охуенная публика. Все было очень круто. Концерт был длинного, это уже показатель. Потому что как-то стрёмный концерт, в курсе побыстрее съебать тут такого не было. И как бы охуенно еще было все. Они разъебывали, пиздец. — Увидимся. — Увидимся. — Я не понимаю, куда нас пацаны привезли, блядь. Они, походу, нас решили в бетон закатать на заводе. Посмотри. Ну, кстати, красивый закат. Посмотри, как тает закат, сколько их еще впереди. — А, это мои кубки. — А, кстати, из Коми у меня тоже есть кубок. Вот он. — Да? — Вот. Видишь? — Который? — Раз, два, три, четыре, пять. — Второй слева. — А, так это же Сыктывкарское дерби. — Во-первых, самое главное — это разминка. Лопатки нужно размять хорошо, потому что именно их не управлять. — Привет. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Марк, привет. — Пару месяцев назад подарил своей девушке билет на твой концерт. Сегодня в Ужевске. Сегодня в Ужевске. Позже мы с ней расстались, по другой причине, разумеется. А сегодня она предложила мне сходить с ней вместе, а это сделало бы меня офигительно счастливым. А у тебя, солдава. Наверняка таких долбоёбов по несколько штук в день пишут, но чёрт возьми, я просто обязан попытаться. Есть ли какой-нибудь вариант попасть на твой концерт сегодня? Я спасил уже всех своих знакомых, но ни у кого лишнего билета не оказалось. Естественно. Так что... Так, минута скромности. Так что ты последняя надежда. Во имя любви, хорошего музла и хуй знает чего ещё. Спасибо, если хотя бы прочитаешь. Естественно, не бесплатно. Я готов купить билет по оверпрайсу, лишь бы была возможность. Чё, гаммич? Ну, мне кажется, что его намерения чисты, он же предлагает купить, поэтому давай заряжаем 10 раз больше на дверях. Дальше чё, да, впишем? Пофиг, да? Ну, можно? Помогай. Я, кстати, в прошлом году тоже с такой же историком. Сейчас напишу, что... Пусть относится своими. Точнее, скинь мне своими. И впишем. Уходил в полет, бежал по ламамам. Да-а-а. А, давай дальше. Вот так вот люди выходят с концертов. Понимаешь? Это вам не просто... Всё, как тебе сегодня в хамаме выступать, блядь. Во-первых, я оглох на оба уха. По-моему, у меня закончились. Я надеюсь, что он действительно понравится. Ну чё, Витёк, время показать лицо. Издавляйся. Плакал по ночам. Шептал. Витя! Витя! На буй! Где Витя? Я думал, чейкаю, блядь. Все знакомьтесь, это Эльдар. Человек ответственный за такие работы, как Блюз, Серпантин. За визуализацию этих клипов. И их команда Халдража сделает очень крутой клип. Халдраж, правильно? Да. Прикол был, как он. Когда Блюз снимали, там есть кадры. Дождем, и я вот его тачку не читаю. Дождь был не настоящий. На улице, где-то стартовано. И я прикреплю фотку. У меня есть, кстати, со съемок. Как это все выглядело со стороны. Напас воды был в кинотеатре. И получается, когда закончат съемки, мне надо было пойти в кинотеатр, в туалет переодеться. Пока сеанс. Я только полностью разделался. Только хочу переодеваться. Заканчиваются сеансы. Все выходят с этих залов. А Димас стоит по сетке, чтобы никто не заходил. Я просто поворачиваюсь. А там такое огромное, как... Наш зеркало в виде иллюминатор. Как это? Иллюминатор, да? Называется иллюминатор. И, короче, я просто понимаю, что люди меня видят где-то по грудь в голову. Я вообще стою голый. Я вижу их все через эту... Я всегда помню, как компас, тот что не засупает. Но еще в конце, я не знаю. Но как все провели 25-я. Но все зря я истекажет, что в доме. А это стоя, кто тебя не долбнет. И в доме не ждет, а в другой момент. И, 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 через 2 секунды. И просматривает в лагу. И, понимаешь, сегодня мы не остались. Внай! Внай! Внайк, я не рад! Я не знаю, что сегодняшний концерт. Мне понравилось все очень. Все, огромное спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Короче, вот он, он настаивает на том, чтобы мы пошли и покушали сейчас в одном заведении Мы не хотим Никто не хочет Вот никто не хочет И Марк хочет Поэтому мы как верный с тобой Санчо Панчо сопроводим нашего друга в данную корчевню Чтобы убедиться в том, что с его туловищем ничего не произойдет, нехорошего до концерта А после концерта насрать вообще А что новое погоняло? Какое? Борщ, да? Борщ Это на каком языке? На хорватском То есть ты уже не диджей? Я борщ С чем связан выборник неймор такой? Слушай, ну родители так назвали в детстве А, то есть диджей не твое было? Это псевдоним Диджей как раз псевдоним А борщ это... Круто Вы были на концертах Маркова до этого? Да Да, я каждый день пишу, что на концерте Маркова Как вам? Охуенно Так, как будто ты что-то сказать Да, я хочу что-то сказать По-моему, ты Марк Нет, ты не Марк? Какой вопрос? Ну что могу сказать? Народу очень много, да? Типа много Когда я был в Чебоксарах на Марк Было гораздо меньше Здесь очень приятно видеть, что народу пришло гораздо больше, чем в прошлый раз Ожидаю, что в этот раз он выложится по полной Себя не будет жалеть, нас порадовать Как-то Казань разведет Все Похуеть мне жарко будет Узнавали? Типа думаешь, стояли? Это мой последний библи Блин, я хочу только Молодая принцесса Я ведь улыбается процесс Узнаваешь Попадарик 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 Купи кейз Я не раз на немуну в детство По кровоню кисан и мясу Куда я трелся? Нечестно В детстве вернусь к тебе другом в детство Я не собираюсь, ты перец оглашай Девятые swiss Пое извиняние за задержку Незаправленную сэджинку Сегодня был очень сложный концерт, потому что изначально были серьезные проблемы со звуком, я не знаю, там просто фидбэк, я бошил в толпу, я не слышал себя в эндайрах, еще очень куча косяков разных, плюс одна девушка упала в оморок, ну то есть у нас это случается на концертах, но это прям совсем люто было, но я надеюсь, что с ней все хорошо, и в итоге концерт закончился круто, в очередной раз убедился, что Казань очень крутой город, и концерты тут тоже круто проходят, поэтому всем огромное спасибо, мы едем дальше, но перед тем, как я уеду, я оставлю закладку, завтра вы увидите, ну точнее не закладку, а подарок, мерч. Мы находимся прямо в центре Казани, около отеля Ибис, и к этому видосу мы предложим небольшую карту, вы можете понять, где это именно сзади. Очередной подгон. В общем, да, нам сегодня написала девочка после концерта, что есть какая-то очень интересная локация в Казани. А вон она. Да, вон собственно. Мы находимся сейчас по-прежнему в Казани, несмотря на это желтое небо, и вы не подумайте, я не облучаюсь и не загорю за 2 секунды здесь, на самом деле нас привела вот эта девушка сюда фотографировать. Реально очень крутая локация, вы увидите эти фотки. На самом деле, чего я не понимаю, это как вот эти люди здесь живут. Смотрите, коттеджный поселок, типа реально куча домов. Они реально живут ночью, как при дневном свете, ну то есть это жестко, небо реально желтое. Йо, это было охуенно, мы продолжаем ехать дальше, смотрите, следите за нами. Я один, выпускаю дым, но я один, дай не в памяти как один, я ледаю высоко, но один, на пути я один. Я один, дай не в памяти как один, я ледаю высоко, но один, на пути я один.